Лютики цветочки в поле колыхают, ветерок шальной нежно обнимает, степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, троица настала, и душе привольно. Далее, то, что здесь содержится в свежем виде во время термической обработки, а витамин Ф и витамин С очень чувствительны к термической обработке, они просто-напросто как белок яйца свозначиваются. 20 июня. День Федота. Назван в честь святого мученика Феодота. Он имел собственную гостиницу и был женат. Достиг высокого духовного совершенства. Так как соблюдал чистоту и целомудрие, воспитал в себе воздержание, покорял плоть духу, регулярно упражняясь в посте и молитвы. Беседами он приводил иудеев и язычников к христианской вере, грешников к раскаянию и исправлению. За это Феодот получил от Господа дар исцеления и врачевал больных возложением на них рук. Со дня Федота наши предки начинали купаться в открытых водоемах. А до этого считалось, что водяные и русалки могут утащить человека под воду. Теперь вплоть до дня Ильи, который отмечается в начале августа, можно купаться в реках и озерах. В народе говорили, что сам Феодот сидит серпом около водоема и увидел русалку отрезаетые волосы. Оказывается, именно в волосах находится сила русалки. С отрезанными волосами она не сможет околдовывать человека. Приметы. Святой Федот тепло и золотую рожь ведет. Гром гремит сегодня, ненасти и плохая погода продлится несколько дней. Характер погоды этого дня определял урожай ржи. Теплый и ясный день к хорошему наливу ржи, крупному зерну, хорошему рожаю. Дождливый день к тощему жирну и слабому урожаю. Зелень, зелень, зелень и так далее, он предупреждает некоторые формы онкалорий. Уменьшает количество холестерина, которое у нас проявляется. Предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, образование тромбов и аллергии. Когда это все нормально, у нас все это переваривается и сгорает. Как только это в виде вот этих вот веществ поступает в организм и болтается по крови, потом выводится с почками, как я сказала, в виде желтого какого-то образования, что она делает? Оно вызывает аллергию. Это вопрос синтетический, эти витамины. Да, они могут образовать аллергию. Съел пол пачки, пожалуйста, покрыться какой-то крапивицей. А ты съел килограмм яблок и ничего. И ничего, понимаете, ничего плохого. Слушайте, я хочу добавить такую женскую нотку. Смотрите, конечно же, в разных аптеках разные цены. Допустим, там 200 рублей какой-то витамин. Ребята, килограмм клюквы. У всех по-разному. Но у меня на рынке стоит 140 рублей. Килограмм. Вопрос только, как ее есть. Я уверена, что многие ее любят и верят, и знают про ее пользу. В морсе могут. Но в морсе тоже, во-первых, и термообработка, о которой мы говорили. Во-вторых, там такая сладость, она, конечно, вот лично у меня, да, вот я сладкая, редко ею. Ну вот сегодня выпила молочный коктейль сладкий, в магазине. У меня прям пленка в горле стоит. То есть вот этот сахар как-то прям, он прям мешает мне. Сахар сушен, в целом. Да, вот. Вопрос, как сделать эту клюкву вкусной? Ну вот правда, как ее сделать вкусной? И вот для этого как раз и существует наша целебная кулинария. Для того, чтобы вот этот полезный продукт мы съели и получили из него вкусное и полезное блюдо, которое будет укреплять наши сосуды. Итак, мы с вами примерно взяли грамм 100-150, может даже 200, да, клюкву, сразу витамин В, витамин С, который будет укреплять наши сосудики, десны сделать хорошими. Теперь мы берем всю зелень. Да, теперь мы берем зелень. Так, тут осторожненько все, тут какая-то леска имеется. Леска имеется. Опа, есть. Сидим мы сразу вот столько зелени. Я сразу? Да. Но я буду целый вечер сушку не подтягивать. Да, 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 да. А вот в нашей целебной кулинарии мы это все сидим. Слушайте, вот те, кто смотрит нас сейчас первый раз, они, наверное, в шоке. Что это, когда они закладывают в блендер? С зелень. С зелень. Причем какую зелень? Петрушку, укроп. Они, говорят, еще кинь сюда положили. Ну, то есть то, что едят с курсалом и помидором. Да, да, да. И смотри, мы даже можем с тобой добавить корочку. Цедру. Да. Она мутая? Где ее? Она мутая. А не будет ли кислой? И клюквы это кислые, и лимон это кислый? А мы сюда добавим еще нота для того, чтобы у нас это все не было кислым. Нутер чеснека. Давай. Это мы сюда. Да, да. Можно все это дополни, пожалуйста? Давай. Готовим. Ну, дайте я тем, кто впервые на нас смотрит, скажу. Вы даже себе затрудняетесь в самых смелых фантазиях представить, какая вкуснятина получается у Геннадия Малахова, когда он делает свои фирменные смузи. Вот все, что сейчас полезного и для сосудов, и для тех, кто... Иммунитета. Иммунитета. Вот оно здесь все есть, но просто это взбить в блендере. Мало. Должна быть основа. Основа. И это основа кисломолочный жидкий напиток. Но я вот каждый раз, когда покажу Геннадёчу, я говорю, давайте на пряженки. Вот такая вкусная. Давайте ряжем. Но можно и на кефире. Можно на кефир. На любом кисломолочном продукте. А зачем мы добавляем творог? Вот я не могу понять. Творог. А творог мы можем и не добавить в этот раз. А что? Да. Мы можем его идти абсолютно без творога. Творог, конечно, мы можем добавить для того, чтобы у нас еще это было более сытное, более, так сказать, полезное. Чтобы у нас лучше волосы росли, ногти росли. Добавим. Хорошо, потому что здесь как раз полноценные белки содержатся, легко усваиваемые. И с зеленью они будут усваиваться великолепно. Кстати, мы можем сюда... Не много ли вот этого лимончика? Я прям смотрю. Лимончика? У меня сводят руки так же, как скулы. Хорошо, хорошо, хорошо. Я думаю, что мое тело уже показывает невозможно. А сейчас мы посмотрим как раз, как это можно или нет. Так, и мы сюда можем еще добавить, у нас витаминные группы. В содержатся в проросшем зерне. Мы можем сюда добавить столовую ложечку проросшего зерна, который обогатит нашу смесь, делает ее более целебной. Итак, добавляем. Это вообще потрясающая штука, это самое проросшее зерно. Геннадий Петрович проращивает это зерно. Сколько лет, пока Геннадий Петрович в холодильник пошел за зерном, я вспомнил, сколько лет проращивать? И уже лет это... Десять. Десять, я хотела сказать десять. Вкуснотища. Надо новую курцию, наверное, сделать, да? Сделаем. Едоков там много в целебной калинарии. Вкуснотища. Продолжение следует... Продолжение следует...